Экология и охрана окружающей среды – одни из приоритетных тем для местной власти. Очищение рек или ликвидация свалок – дело затратное, поэтому в некоторых случаях приходится прибегать к помощи инвесторов. Так получилось и с этим участком между деревнями Калиновка и Сопронова. Территорию ближе к трассе М4 Дон отдали в долгосрочную аренду под бизнес. Остальную землю предприниматели обязали привести в порядок. Еще около двух лет назад этот участок в деревне Сопронова был засыпан горами мусора. Сейчас с приходом инвестора территория очищается и, быть может, скоро мы увидим красивый парк. Творился практически беспредел с территорий разных Москвы и других сопредельных территорий. Сюда завозился практически мусор, даже не бой, то есть реновация, а просто мусор, экологические отходы. Мы приняли меры вместе с правоохранительными органами, прекратили путем арестов, арестов техники и всего, прекратили это безобразие. И беда в том, что в результате их действий было нарушено русло реки Бица. То есть она практически начала подходить уже, собственно говоря, к нашей трассе М4 Дон. Работы у инвесторов не на один месяц с проектом Минокологии Московской области определили подрядчика, который сегодня пытается вернуть русло реки на историческое место. После предстоит еще укрепить берега. В рамках этого же договора необходимо благоустроить пустырь, где была свалка, и не допустить сброса новых отходов. В рамках мониторинга планируется поставить рамку с камерами, чтобы мы могли просматривать, какие машины заезжали, какие машины, может быть, хотят по ночам выгружаться здесь. И выведем это в общий доступ в онлайн-режиме, чтобы могли жители посмотреть в любое время, какие машины едут, что везут и так далее. Пустырь выровняют чистым грунтом, чтобы приступить к посадке деревьев. При дальнейшем благоустройстве будут учитываться пожелания местных жителей. Сегодня мы уже услышали много предложений от жителей, в том числе и чат. Мы хотим пригласить сюда молодых специалистов, ребят, архитекторов будущих, которые могли бы нам, собственно говоря, поучаствовать вместе с нами активно в разработке концепции вот этого места. Люди хотели бы видеть здесь полноценную зону отдыха, освещенную с беседками и лавками. Мы очень надеемся, что это объединит обе деревни. Мы тут все подружимся. И очень надеемся, что нам здесь еще делают такую зону отдыха, где мы будем проводить мероприятия и праздники. Проект небыстрый. По предварительным оценкам займет больше года. Но результат того стоит. Здесь давно требовались глобальные перемены. Юлия Погостина, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.